Меры поддержки окружных предпринимателей обсудили в региональном парламенте на заседании комиссии по экономической политике, собрании депутатов Нинейского округа. В разговоре приняли участие представители малого и среднего бизнеса. В начале заседания Центр развития бизнеса представил информацию по итогам своей работы за 2019 год. В округе создано два кластера. Это туристический регуляционный, который включает в себя уже более 60 участников. И IT-кластер, который включает в себя 15 резидентов. Участники кластера реализовывают совместные проекты. Так, например, в рамках кооперации участников туристического кластера реализуется проект «Сделано в НАУ», куда включено 23 предпринимателя и народных мастеров. Открыто уже три точки реализации продукции с брендом «Сделано в НАУ». Выставки, фестивали и другие мероприятия для привлечения потенциальных инвесторов в регион проходили как на территории округа, так и за его пределами. Кроме того, в рамках развития кластерного направления Нинецкий округ впервые смог принять участие в конкурсе «Умник». Проекты были достаточно интересные. У нас «Гранд Умник» получают два учащихся. Это проект внедрения и разработка альтернативных биотехнических решений в сфере сельского хозяйства. И второй – разработка технологий обработки заполярных дикоросов для дальнейшего использования пищевой промышленности. Кроме того, центр активно привлекает инвестиции. Так, в прошлом году было реализовано сопровождение более 70 проектов. Общая сумма договоров составила порядка 110 миллионов рублей. Был заключен 51 договор микрозайма. Все показатели по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» выполнены. Татьяна Лагвиненко, руководитель Департамента экономики, доложила собравшимся о пострадавших отраслях бизнеса во время пандемии коронавируса. На территории округа до сих пор остаются закрытыми сфера развлечения и отдыха, а также творчества и искусства. Из 549 субъектов предпринимательства, зарегистрированных в округе, 2,5% приостановили деятельность или осуществляют ее с ограничениями. Если брать данные статистики, то на сегодня, значит, в соответствии с особо пострадавшими, не были пострадавшими у нас отраслями, где мы делаем, где мы делаем макроэкономику, да, в связи с коронавирусом, попадением цен на них. На первом месте по, так сказать, пострадавшим добыча полей не ископаем, затем транспортировка и хранение, деятельность области культуры и спорта на третьем месте. Оборот организации в марте этого года по сравнению с прошлым сократился более чем на 34%, а в апреле сокращение составило уже 62%. Значит, снижение основное по таким видам экономической деятельности, это добыча полейных ископаемых 68%, транспортировка опять 43%, образование 74% от у нас порта 78%. В связи с падением доходов предпринимателей Департаментом финансов введены меры поддержки, в том числе через Центр поддержки предпринимателей. Книжные ставки по микрозаймам, страдавшим в трассе, мы заявили на 20-й год до 30%, реструктуризацию действующих микрозаймов. Значит, пока обречения не было, но если будут реструктуризировать микрозаймы, которые приняты в других банках, этот продукт нам тоже спустили. Кроме того, представители бизнеса рассказали о проблемах, с которыми они столкнулись, в том числе и замер принятых в связи с пандемией коронавируса, и представили свои предложения. В частности, прозвучало предложение собранию депутатов совместно с администрацией округа подготовить предложение для включения субъекта федеральный нацпроект «Туризм», который стартует со следующего года. На самом деле результаты есть. Другое дело, если говорить в денежном выражении, в налоговом выражении, может быть, конечно, это суммы несущественные для округа, и вряд ли федерация ставила задачу, что там отбить все деньги, которые вложили в мероприятие. Кроме того, прозвучало предложение оказать финансовую помощь за счет бюджета округа наиболее пострадавшим отраслям, в частности, на возмещении части заработной платы работников. А депутат Александр Колыбин предложил рассмотреть вопрос о предоставлении Центрам развития бизнеса займов под небольшой процент тем предпринимателям, которые хотели бы построить социальное жилье на селе.